Так уж у меня складываются маршруты, что опять мое утро начинается у самого красивого фонтана, у фонтана Треви. Я сегодня иду на выставку Рафаэля, которая проходит здесь недалеко, на холме Кверенал, в бывших папских конюшнях. Кто-то из вас попросил меня показать дворец, которому пристроен фонтан, и смотрятся они вместе как единое целое. Первым был построен дворец Поли, а затем фонтан, но смотрятся они, как будто их построили одновременно. В XIX веке здесь жила княгиня Зинаида Волконская. Она время прожила долгое время. У нее была собственная вилла, а во дворце Поли она арендовала второй этаж, где часто проводила вечера, на которые приезжали знаменитые писатели и музыканты. Среди них был и Гоголь, который в окнах второго этажа читал мертвые души. Волконская приняла католичество и хотела быть похоронена в соборе святого Петра, но ей отказали в этом, и она была похоронена здесь же в церкви напротив фонтана Треви. Еще при жизни можно было позаботиться и купить капеллу, в которой хочешь быть похоронен. А вот так сейчас выглядят столики на двоих. Посередине стоит стекло или пластик. Мы подходим к Веринальскому дворцу, который когда-то был папской резиденцией. Все знают про Сикстинскую капеллу, что там проходят выборы папы римского. Когда папа умирает, в Сикстинской капелле собирается конклав, совет кардиналов, и тайным голосованием выбирают нового папу римского. Так вот, несколько раз конклав проходил и здесь. На этот балкон папа выходил, чтобы поприветствовать народ. В этом дворце жили не только папы, но и король Виктор Эммануил II, при котором была объединена Италия. Это произошло в 1870 году. До 1870 года в Риме правили папы римские. Когда Италия объединилась, во дворце стал жить король Виктор Эммануил II, а папа римский переехал в Ватикан. В этот момент произошло разделение власти на светскую и религиозную. Сейчас этот дворец является резиденцией итальянского президента. Холм Кверинал высокий и хорошо продувается ветром. Даже летом в сильную жару здесь чувствуется прохлада. Напротив дворца находится бывшая папская конюшня. Сегодня там проводят выставки. В апреле 2020 года исполнилось 500 лет со дня смерти Рафаэля. По этому случаю в Скудере и Дель Куиринале проводят большую выставку Рафаэль. На выставке представлено почти 200 картин и рисунков. Я приглашаю вас, дорогие мои зрители, пройти вместе со мной по залам этой прекрасной выставки. Вы, наверное, заметили, что сначала написан год смерти, а затем год рождения Рафаэля. Тем самым хотели подчеркнуть, что выставка приурочена к дате смерти. Рафаэль плохо себя почувствовал на раскопках Золотого дома Нерона, после чего два дня пролежал с температурой. У Рафаэля в этот период было очень много дел. Ведь он был не только художником. За 30 дней до смерти приобрел большой участок земли на улице Джулия, по которой мы с вами недавно гуляли, и даже успел составить проект нового дворца, куда он мечтал привезти любимую женщину и обзавестись семьей. Однажды, когда он был на вилле Форнезина, гонец привез письмо, чтобы немедленно явиться во дворец к папе. Была ужасная погода, дул сильный ветер. Рафаэль, не найдя поблизости ни одного извозчика, побежал по набережной к Ватикану. Когда он добежал до Ватикана и предстал пред папой, на нем лица не было. Перепуганный Лев X распорядился немедленно уложить художника в постель. Видимо, работая на раскопках, Рафаэль подцепил римскую лихорадку. Для тех, кто случайно попал на мой канал и ничего не знает про Золотой дом Нерона, в двух словах скажу, что это такое. Золотой дом Нерона был построен после пожара 64-го года. Это была шикарная резиденция императора Нерона. После смерти Нерона ее частично засыпали, а частично разрушили и забыли про нее вплоть до XVI века. Пока однажды, прогуливаясь по холму, под землю не провалился человек. Выбравшись оттуда, он начал рассказывать о красоте, которую он увидел. И туда вниз на канате спускался Рафаэль. Сейчас на разрушенной части Золотого дома Нерона находится Колизей. А часть, которая была засыпана, уже в наше время была раскопана археологами. И сейчас в Золотой дом Нерона можно попасть. Так вот, видимо, работая на раскопках, Рафаэль подцепил римскую лихорадку. Его то бросало в жар, то знобило. Врачи пускали ему кровь, чтобы сбить температуру. Больше недели шла борьба за его жизнь. Когда Рафаэль приходил в себя, диктовал нотариусу поправки к завещанию. Он боялся пропустить кого-нибудь из близких и дорогих ему людей. Накануне Пасхи, ночью 6 апреля 1520 года, в Риме был ураган и гроза. В ту ночь никто не спал. Утром римляне разгребали завалы и услышали колокола, которые своим звоном сообщили об утрате. Ночью скончался Рафаэль. На утро толпы людей шли к дому, где жил художник. Над изголовьем покойного была поставлена незавершенная картина преображения, которая сейчас находится в музеях Ватикана, а мозаичная копия в соборе Святого Петра. В день похорон улицы и площади были полны людей, которые провожали гения. Может быть, многие из них и не видели его работ, но были наслышаны о его творчестве. Есть выражение «жизнь коротка, искусство вечно». Это как будто сказано о Рафаэле. Местом захоронения стал пантеон. На картине «Автопортрет с другом» Рафаэль выглядит несколько старше. Сказалась огромная занятость. Рафаэль буквально разрывался между строительной площадкой собора Святого Петра и археологическими раскопками в разных районах Рима. После смерти Браманты Рафаэль был назначен на должность архитектора собора Святого Петра, а впоследствии также инспектором римских памятников древности. Увлекшись новым назначением, Рафаэль принимал участие в некоторых раскопках. Он открыл для себя свой Рим, который стал для него источником вдохновения. Он спас от варварского разрушения немало античных построек, безжалостно уничтожаемых ради получения извести из мрамора. В известных письмах папе Льву X, которые тоже представлены на выставке, Рафаэль пишет «Рим, который теперь мы видим, при всей его обширности, столь красивый и украшенный дворцами, церквями и прочими зданиями, весь целиком сложен на извести, добытый из античных мраморов». Сколько колонн испорчено, разбито пополам, сколько прекрасных фризов перебито на куски, что было бы преступно в наши дни это поддерживать. Поистине можно утверждать, что Ганнибал был куда милостливее других. Осторожный Рафаэль не стал называть имена этих других из ближайшего папского окружения, которые строили себе дворцы и загородные виллы. Форумы колизей были в то время как каменоломня для дешевой добычи мрамора, гранита, травертина, известняка. Это послание как крик души Рафаэля. Он обращался к Льву X как к большому ценителю прекрасного. Рафаэль начал восстанавливать на глазах у всех древний Рим. Папа пришел в восторг, видя в Рафаэле творца, который мог вернуть Риму его былую красоту и величие. Портрет папы Льва X. Льва X интересовала любая мелочь на портрете, особенно аксессуары одежды. А перед позированием папа потребовал, чтобы личный цирюльник слегка подрумянил и припудрил его. Сначала Льв X хотел быть изображенным вместе с молодым кузеном Джулио Медичи. Но, будучи суеверным, он не любил четные числа, повторяя пословице «Бог троицу любит», пришлось поменять композицию. За папой слева изображен кардинал Джулио Медичи. А в последний момент был добавлен сын тетки Льва X. К написанию портрета папы в окружении двух кардиналов Рафаэль отнесся с большой ответственностью, продумав каждую деталь композиции. Перед Львом X на рабочем столе лежит раскрытое Евангелие. Рядом серебряный колокольчик и окуляры. Страдая с детства близорукостью, Лев X был вынужден пользоваться увеличительной линзой. Он ее держит в руке. Спинка папского кресла оббита красной тканью и украшена позолоченным шаром. Шар – это геральдический символ семьи Медичи. На самом деле, папа Лев X очень любил перы из разных явств. Они могли продолжаться сутками. Он был очень тучным человеком, но Рафаэль его изобразил так, как могло бы понравиться папе. Во взгляде Джулио Медичи можно заметить, как он внимательно вглядывается в лицо папы в надежде увидеть признаки болезни, чтобы потом занять его место. Художник всегда передает, что чувствует, и Луиджи де Росси опасался, что Рафаэль вывернет его натуру наизнанку. О этой способности Рафаэля он знал не понаслышке. А кардиналу де Росси было что скрывать. Одним словом, Рафаэль передал атмосферу, царившую в Ватикане. Но папа остался доволен портретом. Портрет Бальдасара Кастильони. Друг женился, и Рафаэль решил в качестве свадебного подарка написать его портрет. Кастильони было тогда 36 лет, и вскоре должна была состояться свадьба. Но на портрете он выглядит несколько старше своих лет. Сказалась прежняя разгульная жизнь. А Рафаэль не захотел скрывать грехи его молодости. На голове Бальдасара Кастильони мы видим тюрьбан. Им Рафаэль прикрывает лысину. Кастильони не знал, как отблагодарить друга. Известно, что довольный своим изображением, он написал поэму как бы от имени своей молодой жены, сетовавшей на частые отлучки мужа, и единственным ее утешением являлся разговор с его портретом кисти Рафаэля, на котором он был как живой. И она учила маленького сына узнавать и привыкать к отцу. Узнав об этом, друзья долго смеялись над причудой Кастильоны. Святая Цицилия. У этой картины необычная история. Заказчица картины Елена во сне услышала голос, повелевавший ей построить капеллу в честь Святой Цицилии. Услышанным во сне она поделилась с родственником, флорентийским музыкантом и певцом Антонио Пуччи, недавно потерявшим голос. Тот поддержал ее в надежде, что Святая Цицилия, покровительница музыки, поможет ему вернуть утраченный голос. Они решили уговорить Рафаэля взяться за написание образа. Была собрана небольшая сумма в тысячу скуда золотом для оплаты гонорара. В те годы работы мастера были самыми дорогостоящими. Несмотря на занятость, Рафаэль согласился, да и гонорар его устраивал. В центре Святая Цицилия. Она так увлечена льющейся сверху мелодией, которую напевают ангелы, что вот-вот выронит инструмент из рук. Слева от нее задумчивый апостол Павел. Великолепная Мадонна с розой. Великолепная Мадонна с розой. Мадонна Божественной Любви. На переднем плане Дева Мария на коленях с ребенком, играющим с Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой. Слева изображена арка и видно фигуру Иосифа, стоящего на фоне пейзажа. На выставке также представлены шпалеры и картоны, по которым изготавливали шпалеры. Те шпалеры Рафаэля, которые находятся в музеях Ватикана, раньше находились в Сикстинской капелле. Их заказывали в Брюсселе. Через два года после росписи свода Сикстинской капеллы Лев X отвел нижний ряд стен шпалерам Рафаэля. Перед Рафаэлем была поставлена задача создать серию рисунков и картонов на тему деяния апостолов, по которым ткачи должны были изготовить 10 шпалер. Работа над картонами была завершена в 1516 году. Слава рафаэлевских картонов превзошла даже его ватиканские фрески, которые не были доступны публике. Ими могли любоваться лишь избранные. Картоны получили широкое распространение в качестве образцов для гравюр. Именно по ним мир узнал о Рафаэле. Понадобилось более трех лет для изготовления самих шпалер, прежде чем они были доставлены в Рим и развешаны по стенам Сикстинской капеллы. В Азаре писал, что шпалеры вызвали восторг римлян. Невозможно было понять, каким образом посредством ниток удалось передать с такой тонкостью фигуры людей, дома, деревья, словно они написаны кистью художника. Но на самом деле картоны Рафаэля были более совершенны, чем выполненные по ним шпалеры. И вот когда Рафаэль увидел в капелле шпалеры и взглянул на потолок, ему стало не по себе от такого сравнения. Насколько же проигрывало все это злототканное изделие перед спокойствием, которое излучали пророки и Сивиллы Микеланджело. Он дал себе зарок больше не заходить в капеллу, чтобы не испытывать разочарования. Что же касается самих картонов, то после смерти Рафаэля папа так и не забрал их обратно. Они остались в Брюсселе, где использовались в качестве образцов для других шпалер. Один из картонов все-таки вернулся в Италию. На картине «Видение» и «Изекииля» можно заметить, как на творчество Рафаэля повлияло творчество Микеланджело. В центре неодетый бог небесный, тело его красивое и молодое. Рафаэль, как губка, видя новые интересные приемы, тут же старался все это внести в свое творчество. Когда Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу, Рафаэль работал над станцами тут же по соседству. И с помощью своего покровителя Браманте он тайком заходил в капеллу без разрешения Микеланджело. Поэтому он много что впитал от гения Микеланджело. Выставка разделена на 10 залов. Она просто шикарная. Но было очень тяжело привыкнуть к новым правилам, которые ограничивали наши права. В зале должно было находиться 5-6 человек. Формировали группы при входе. Билет у каждого по времени. В каждом зале можно было находиться 5 минут. Затем звучал сигнал, и нас переводили в другой зал. На мой взгляд, такие картины, как у Рафаэля, надо каждую рассматривать по полчаса. Увидеть вживую картины гения – это сказка. Эмоции переполняют. Но вот 5 минут на зал – это очень мало. Мне хотелось плакать от этого. Но взяла себя в руки, начала снимать, чтобы потом не раз пересмотреть эту выставку. Да и вам, дорогие мои зрители, хотелось показать эту красоту. Пусть хоть так, но и вы почти побывали на выставке. В жизни Рафаэля было много женщин. Он был увлекающейся натурой и знал толк в женщинах. Но в жизни каждого наступает момент, когда появляется та самая, ради которой можно сделать все. И в жизни Рафаэля появилась одна молодая девушка, которую часто могли видеть друзья и ученики Рафаэля. Вокруг нее и до сих пор еще много тайн. Но сейчас уже сложилась определенная версия, которую мы повторяем, рассматривая картины Рафаэля. Это Форнарина – прекрасная булочница. Называли ее так, из-за того, что отец девушки держал пекарню. Дом, в котором жила дочка пекаря и ночевал Рафаэль, сохранился. Он был превращен в таверну. Находится он в районе Трастевери. После смерти Рафаэля Форнарина была принудительно отправлена в монастырь, где вскоре и умерла. Рафаэль уже к тому времени успел расписать ватиканские станции, лоджии, виллу Форнезина и построить виллу Мадама. Кроме того, он еще руководил строительством собора Святого Петра, проводил археологические раскопки, создал целую школу талантливых учеников. Слава Рафаэля росла с каждым днем, и кардинал Бибиена решил женить его на своей племяннице, несмотря на то, что всему Риму была известна его пылкая страсть к Форнарине. Когда однажды Микеланджело увидел портрет возлюбленной Рафаэля, выполненный просто с блеском, то сказал, что ему искренне жаль молодого коллегу, ставшего жертвой ненасытной хищницы. Как я уже рассказывала в своих последних видео, в Риме в XV-XVI веках было очень много куртизанок. Как правило, они были известны только по именам или прозвищам. Все они пользовались известностью, и многие находились под покровительством кардиналов. Например, когда умерла империя в расцвете сил, ее покровитель Агустино Киджи устроил ей пышные похороны. Свою возлюбленную Рафаэль увековечил, написав с нее множество портретов. На первый взгляд можно предположить, что на портрете замужняя женщина, покрытая голова, шелковая вуаль покрывает ее голову и плечи, как тогда было принято в обществе, но на пальце нет кольца. По переписке того времени можно судить, что в Риме невозможно было отличить порядочную даму от куртизанки, которые встречались на каждом шагу. Они также носили вуаль на голове, и у них были хорошие манеры. Трудно сейчас представить, что чувствовал Рафаэль, писав эту картину, но то, что он влюблен в нее, это сразу заметно. Стоя рядом с картиной, мне на мгновение показалось, что я попала в мастерскую к мастеру. И не только видела модель, но и слышала, как складки платья пришли в движение, и было слышно их шуршание. Рафаэль любил фурнарину до конца своей жизни. Рафаэль любил фурнарину до конца своей жизни. Это картина – еще один заказ в подарок невесте перед свадьбой. Так появилась эта великолепная работа, которая называется «Мадонна де Лимпаната». Своим необычным названием она обязана тому, что изображенное на ней окно заклеено бумагой. Так обычно в деревнях поступали бедные крестьяне, используя бумагу или полотно вместо стекол, которые стоили очень дорого. еще одна великолепная «Мадонна». «Мадонну» Рафаэля очень много, и каждая из них прекрасна. Портрет Томазо Ингерами. Большую помощь в изучении истории и археологии Рима Рафаэлю оказывал друг Томазо Ингерами, обладающий просто энциклопедическими знаниями. С ним Рафаэль советовался по многим вопросам римской античности. Рафаэль подружился с ним. Он оказался скромным добряком, несмотря на свою начитанность и знания, и вскоре Рафаэль написал его портрет. Сорокалетний ученый изображен за рабочим столом с книгами и чернильницей. Ингерами задумался и готов что-то записать. Он был немного косоват, и чтобы скрыть этот дефект, Рафаэль изобразил его смотрящим вверх. Портрет папы Юлия II. Рафаэль и к этой работе отнесся очень ответственно, понимая, что заказ имеет историческую значимость. Папа изображен на темном оливковом фоне, сидящем в рабочем кресле с высокой спинкой. Пальцы усыпаны кольцами с драгоценными камнями. В правой руке зажат платок. Во время сеанса его донимал кашель. От портрета невозможно оторвать взгляд. Столько мелких деталей хочется рассмотреть. Было решено выставить портрет папы для всеобщего обозрения в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, почитаемой римлянами и посещаемой паломниками, для которых это будет первая встреча с папой римским, прежде чем они вступят в вечный город. Очень мудрое решение. Не знаю, как вам, а я кружила возле портрета папы Юлия Второго все оставшееся время, рассматривая его в деталях. Ни одна фотография, ни одна видеосъемка не передадут ту красоту и энергию, которая исходит от него. Это надо видеть. Мадонна Темпи. Малыш крепко прижимается щечкой к лицу матери. Судя по взгляду, ему интересен мир вокруг, но на руках матери ему намного спокойнее. Это неразрывное единение матери и ребенка. Мадонна Грандука. Дама с единорогом. У этой картины много загадок, предположений и тайн. У нее надо останавливаться надолго и рассматривать. Для кого была написана картина и кто послужил ее моделью, точно непонятно. Но существует предположение, что моделью была Джулия Форнези, любовница папы Александра Шестого Борджия, поскольку единорог был эмблемой ее фамилии. Сон рыцаря. Совсем маленькая картина. 17 на 17 сантиметров. Время, проведенное на выставке, пролетело незаметно. Пока я любовалась прекрасными полотнами Рафаэля, на улице прошел дождь. В конце я добавлю видео, которое я сняла в книжной лавке при выставке. Там много интересных сувениров, так что не спешите выключать видео. А сейчас я хочу сходить в Пантеон, где похоронен Рафаэль. Вот мы уже и у Пантеона. После карантина я еще не заходила внутрь, так что сейчас зайдем с вами вместе. И здесь у входа измеряют температуру. Пойду встану в очередь. На могиле Рафаэля всегда лежит живая роза. А над могилой как бы парят два голубя – Рафаэль и Форнарина. Пантеон тоже еще совсем пустой. Форма купола Пантеона вдохновляла Микеланджело, когда он работал над куполом собора Святого Петра. А вот эта маленькая дырочка – высотой с человеческий рост. Рафаэль и Форнарина. Пока вы смотрите сувениры, я попрощаюсь с вами. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До новых видео! Надеюсь, вы сегодня не заскучали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok